Привет! В игре Толион вам доступны на выбор две фракции, у каждой из которых три абсолютно одинаковых класса – Воин, Маг и Ассасин. Если вы только начали играть, то наверняка заметили небольшое отличие от других подобных проектов. Все скиллы у классов завязаны на комбо. То есть, чтобы дать максимальный урон по противнику в PvP или по боссу, вам надо будет поражать конкретную комбинацию скиллов, как в Mortal Kombat. В этом ролике мы рассмотрим скиллы мага и их возможные комбинации, а также вы услышите мое мнение по данному классу. Прорыв. Четыре раза наносит урон врагу, стоящему перед вами на расстоянии до 15 метров, а также максимум шести врагам в радиусе до 4 метров от изначальной цели. Урон наносится с интервалами в полсекунды в течение двух секунд. Пораженные враги гарантированно передвигаются в точку, в которой находилась изначальная цель. Ледяной шип. Наносит урон врагу, стоящему перед вами на расстоянии до 12 метров. Отбрасывает врага на 3 метра назад и замедляет его на 30% в течение 3 секунд. Падающий камень. Наносит урон врагу, стоящему перед вами на расстоянии до 15 метров, а также наносит четырехкратный урон максимум шести врагам в радиусе до 4 метров от изначальной цели. Пламя. Наносит урон врагу, стоящему перед вами на расстоянии до 12 метров. Накладывает эффект ожога на 6 секунд, наносящий урон каждые 2 секунды. Огненный шар. Наносит урон врагу, стоящему на расстоянии до 12 метров перед вами. Мороз. Один раз наносит урон максимум шести врагам в радиусе 4 метров от себя. Понижает скорость атаки врагов на 50% и накладывает на них эффект молчания на 3 секунды. Земной дракон. Пробивается вперед на расстояние до 12 метров, нанося урон по всем целям на пути и сбивая с ног врагов. Предоставляет 100% шанс вырубить врагов на 3 секунды. Шквал. Пробивается вперед на расстояние до 12 метров, нанося урон по всем целям на пути один раз. Особые навыки. Огненная стена. Если на расстоянии до 6 метров перед вами находится противник, на его месте появится стена. Наносит пятикратный урон в течение 5 секунд. Вьюга. Наносит урон врагу, стоящему перед вами на расстоянии до 15 метров, а также максимум шести врагам в радиусе до 4 метров от изначальной цели. Урон наносится с интервалами в полсекунды в течение 3 секунд. Замедляет врагов на 30% в течение 3 секунд. Извержение. Наносит однократный урон максимум шести врагам в радиусе 4 метров от себя. Оглушает врагов на 1 секунду и наносит дополнительный урон, когда рассеивается эффект оглушения. Ураган. Наносит пятикратный урон максимум шести врагам в радиусе 4 метров от себя. Урон наносится с интервалами в полсекунды в течение 2,5 секунд. Делает игрока неуязвимым на 2,5 секунды. Исходя из описания скиллов, мы видим, что основной контроль у мага это замедление, отталкивание и оглушение. Оно и понятно. Будучи классом дальнего боя, нам надо постоянно разрывать дистанцию с противником. Исходя из этого, можно составить такие варианты комбинации. Для массовых пвп. Мороз, падающий камень, земной дракон, шквал. Из особых навыков вьюга и извержение. Кидаем на толпу врагов молчанку, бросаем в них камень, двумя рывками проходим сквозь толпу и разрываем дистанцию. Завершается комбо массовым станом и замедлением. Много урона и много контроля. Для одиночных пвп. Ледяной шип, прорыв, пламя, земной дракон. Из особых навыков извержение и ураган. Когда противник бежит к вам, вы его отталкиваете, замедляете, вносите кучу урона и снова разделяете дистанцию. Завершается комбо массовым станом или ураганом, если надо срочно сделаться неуязвимым. В любом случае думайте своей головой и пробуйте разные скиллы. Я лишь предложил вам возможные варианты комбо. В одиночных и массовых пвп маг шикарен. Много контроля, много урона, есть неуязвимость и много способов разорвать дистанцию с противником. При должном навыке к вам никто не сможет подбежать вплотную и ударить. Так что если вас не смущают маленькие девочки в разноцветных платьишках, выбирайте мага. Если еще не определились с классом или интересно посмотреть, что могут другие классы, то посмотрите видео по Воину и Ассасину, ссылки на которые вы сейчас видите на экране. На этом все, если есть какие-то дополнения или замечания по скиллам, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!